Правила землепользования и застройки это один из документов градостроительного проектирования. Существуют первичные и вторичные документы градостроительного проектирования, основой которой является и первичным является генеральный план поселений или городских округов. При этом вторичным документом градостроительного проектирования является правила землепользования и застройки, которые определяют соответствующие регламенты и зонирование застройки в пределах каждого поселения. На сегодняшний день у нас не все поселения имеют правила землепользования застройки. Развилка не имеет ни генерального плана, ни правила землепользования застройки. Также нет ПЗЗ у нас в Булатниковском поселении и в городе Вильное. Есть требование, которое установлено президентом Российской Федерации, что все субъекты Российской Федерации должны разработать и как минимум вынести на процедуру публичных слушаний до 1 июля 2017 года документы первичного и вторичного градостроительного проектирования, то есть генеральные планы и правила землепользования застройки. В результате проведения публичных слушаний мы учитываем, а я уже сейчас по электронной почке в письменном виде получаю большое количество обращений жителей на размещенные материалы правил землепользования застройки. Это очень хорошо, что так дотошно, внимательно жители смотрят на те нововведения, которые до этого не существовали на территории конкретных поселений. Мы все это обязательно приложим к процедуре публичных слушаний, обязательно все это озвучим и в результате проведения самих публичных слушаний точно так же мы будем под протокол записывать все предложения наших жителей. Это только проекты. И в этих проектах, я убежден, есть большое количество несостыковок, неточностей, может быть даже каких-то вещей, которые потом возникнут. Наоборот, жители могут высказать, а вот давайте вот это преобразим. И мы проводим слушания по всем семи поселениям в Ленинском муниципальном районе. Как я уже сказал, они проводятся в срок до 1 июля. Комиссия по проведению публичных слушаний, которые предусмотрены градостроительным кодексом, сделает соответствующее заключение. И если жители обратили внимание, то все последние публичные слушания, которые мы проводили по любым документам градостроительного проектирования, мы проводим честно, открыто. Мы введем стенограмму, потом все это расшифровываем и все это ложится в стенограмму проведения публичных слушаний. Делаем соответствующее заключение. Поэтому никаких решений, еще раз повторяю, не принято. Ни одно ПЗЗ не откорректировано или там, где их не было, не утверждено. Не нужно верить слухам, не нужно верить в данной ситуации социальным сетям, в которых ряд горлопанов говорят о том, что вот уже утвердили, спасите, помогите. Это ложь. Соответственно, мы должны пройти процедуру, которая предусмотрена градостроительным кодексом Российской Федерации. И, пользуясь случаем, я хотел бы пригласить наших уважаемых жителей и всех заинтересованных, кто проживает или чем-то владеет на территории Ленинского муниципального района, прийти в том поселении, где вы считаете затрагиваются ваши интересы, на публичные слушания и высказать свою точку зрения, дать конкретные прагматичные предложения. И мы сможем провести работу, которую требует от нас закон. Продолжение следует...